Проект «Голос» в Брестском государственном университете проходил не в первый раз, однако такой формат – это дебют. На предложение испытать свои творческие силы и возможности откликнулось много талантливых ребят. Я думаю, что это способствует их развитию. Это опыт. Любой опыт, он полезен, потому что в дальнейшей творческой жизни это ценно. В рабочие команды вошли 24 вокалиста. Из них в финал вышло 8. Среди исполнителей и юная Милана Тимофеевич. Уже сегодня девочка знает, с какой профессией свяжет свою жизнь в будущем. Я занимаюсь пением уже 4 года. Мне кажется, что это мое будущее, что я могу стать очень хорошей певицей. Поэтому мне это очень нравится. С некоторой грустью прощаются со своими подопечными и наставниками. Для них конкурс стал отличным опытом в творческой карьере. Дети – это всегда классно, это всегда что-то новое, новые эмоции. И, конечно, я не пожалела ни разу, хоть это уже так немножко длится достаточно давно, с ноября. Не пожалела ни разу, потому что это кайф, это классно, работают с детками. Детки очень талантливые. И мы все получаем, все остальные получают огромное удовольствие. Галоконцерт подарил зрителям яркие эмоции и настоящий заряд позитива. Конкурсанты долго шли к финалу, готовились и хотели показать свои самые лучшие качества. Для Влада Ковальчука этот конкурс стал еще одной покоренной творческой ступенькой. Юный вокалист активно работает и мечтает испытать себя на Евровидении. Мы начинаем с дыхательных упражнений, потом начинаем петь песни все подряд. Там, где у меня есть нюансы, меня учительница останавливает, и я исправляю свои ошибки. На протяжении всего вечера публика с замиранием сердца ожидала результатов творческого испытания. Абсолютным победителем проекта стала Анастасия Тимофеевич. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дород Букунович, Антон Луговкин, телекомпания Буктове.